Приветствую вас. Первое, что мне хочется сказать, это то, что ваше описание, вот по описанию вашей проблемы, у вас достаточно сильное невротическое состояние. То есть вам нравятся те, кто не нравится вам, и вы нравитесь тем, кто не нравится вам. Это говорит о том, что вы на других людей проецируете свои собственные желания, свои собственные потребности, свои собственные, значит, какие-то притязания, но не берёте ответственность самостоятельно за это, и в итоге у вас ничего не складывается. То есть для того, чтобы адекватно взаимодействовать с людьми, нужно, во-первых, принимать себя такой, какая вы есть, вообще, просто такой, какая вы есть, нужно принимать себя. Вот. Значит, это первое. И второе. Да, да, это нужно себя принять. Опять же, такой, да, какая вы, собственно говоря, и есть. И вот до тех пор, пока вы этого не сделали, до тех пор, пока вы не приняли себя такой, какая вы есть. Ну, к сожалению, ситуация будет складываться далеко вне самой лучшей стороны для вас, потому что всегда, всегда будут какие-то проблемы, всегда будут какие-то сложности у вас, переживания, какие-то проблемы, какие-то эмоции, вот, совершенно негативные, вот. И, соответственно, это вряд ли вам, значит, позволит чувствовать себя счастливой. Вот. Я полагаю, что в общем и целом, то же самое можно сказать и по поводу вашей работы. Вот. Значит, то есть вы, у вас, у вас есть притязания, у вас есть притязания в плане работы, вот. Вот, но эти притязания связаны не с тем, что вы реально хотите денег или с тем, что вы реально хотите работать, а эти притязания связаны только с тем, что вы хотите себе что-то доказать. Вот. Ну или, соответственно, хотите доказать кому-то другому что-либо, вот. А это, это совсем, ну, в общем, не то же самое, да, это совсем не тот стимул, который необходим для того, чтобы в жизни чего-то добиваться. Вот. Поэтому я думаю, что вот в первую очередь речь здесь идет о том, чтобы вы осознали свои вообще требования, свои претензии, свои потребности и уже, соответственно, исходя из этого, чтобы вы уже осозляли свою деятельность, потому что то, как вы сейчас организовываете ее, то, как вы сейчас действуете, можно сказать, что это очень неэффективно, потому что вы движимы не своими целями, да, вы движимы не своими какими-то желаниями и своим свободным выбором, а вы движимы именно своей неудовлетворенностью, своими, может быть, даже страхами, вот. Ну, этого я, конечно, этого я, конечно, не знаю, но вполне может быть такая история, вот. И в итоге это, ну, ни к чему хорошему, собственно говоря, и, как вы можете видеть, не приводит. Вот. Ну, и надо сказать, что и не может привести к принципу. Потому что работа – это творческий процесс, и, соответственно, если вы, если у вас что-то получилось, то нужно быть свободным. А свободным быть вы, естественно, не можете, вот. И не можете вы быть свободным, потому что у вас есть условность принятия себя. То есть вы принимаете себя только в том случае, если вы худая, если вы похудели. Если вы не худая, то вы себя принять, соответственно, не можете. И подобная установка, подобная установка, она мешает вам. Поэтому от нее нужно избавляться, в первую очередь. Если вы хотите определенности, то определенность нужно достигать путем обретения своего собственного внутреннего комфорта и своей собственной внутренней определенности. Вот. Для этого нужно убирать все условности, и для этого нужно убирать все, значит, обвинения в свой адрес, который сейчас у вас есть. Ну и стереотипичность мышления, что только худая вы кому-то будете нужны. Далее. Начать с, то есть, с постановок целей. То есть, вы говорите, что, а я ищу работу, и у меня что-то постоянно не устраивает. Или самоплата, или саморабота. Это означает, что работать по сети вы не хотите. Если бы хотели работать, то работали бы. А зарплата тут сразу большую, в 19 лет, ну, какой стать. Вот. Тут опять же момент такой, что, а какая у вас специальность, какое у вас образование, с чего вообще у вас такие требования. Вот. Знаете. То есть, вполне возможно, что эти требования, они являются проекцией ваших требований к себе, которые, в свою очередь, являются результатом требований к вам. Например, создания семьи. И сперва нужно разобраться с требованиями вашей семьи к вам. А уже после будет видно. Да? Вот. Ну, и что-то вы говорите, тысячи гривен в день. Я, конечно, не знаю расценок, но... Не знаю расценок, но думаю, что здесь нужно тоже как-то адекватно подходить к вопросу, потому что работу нужно делать не за деньги, а... Работу нужно делать кому-то, работа нравится. Да? То есть, заталкиваться нужно от навыков, а не от денег. Также, вы пишите, я ищу нормальные отношения, все какие-то озабоченные, это вы привлекаете озабоченных людей к себе. Ага, все это значит нормальные отношения, то есть, как бы нужно четко здесь вам для себя решить. Какая женщина вы, что вы можете дать мужчине, как женщине, как женщина. Вот. Какой мужчина нужен вам, что он вам может и должен, по вашему мнению, давать как мужчина, да? Вот. Как, с каким мужчиной вы себя видите, в какой позиции, позиции вы себя, ну, в какой позиции вы себя рассматриваете в отношениях с мужчиной, да? Вот. То есть, мне думается, что очень важно, очень важно, чтобы вы вот на эти вопросы себе дали ответ. То есть, не просто говорить, что я ищу нормальных отношений, да? Это, ну, что такое нормальные отношения, что это вообще, что они из себя представляют. Вот. Это совсем, ну, не то же самое на самом деле. Вот. То есть, норма, она для каждого своя, понимаете? Вот. Ну, поэтому я думаю, что тут вы все-таки немножко тоже отклоняетесь. А, дальше, значит, ну, тут он лезет, лезет целоваться на первом свидании, но это, опять же, зависит от того, по поводу чего вы знакомитесь с мужчинами, да? То есть, если, если вы, значит, если вы с мужчинами не общаетесь, то только знакомитесь. Вот. Если вы с мужчинами только, только знакомитесь и не общаетесь, то, соответственно, между вами ничего общего нет. И вы притягиваете к себе этих людей, которые только могут что-то вести примитивные разговоры и приставать. То есть, здесь вопрос о том, что является фоном для знакомства, фоном для знакомства являются ваши интересы. Вот, соответственно, какие у вас интересы, времяпровождение и хобби. Если вам мало кто нравится из парней, то это означает, что либо у вас завышенные требования, про завышенные требования я уже сказал, либо вы просто-напросто боитесь близких и близких отношений, что, в принципе, куда более вероятно, потому что, ну, потому что, собственно, вес, весь, вся история личного веса, да? Вся история про это, она всё об этом, она о том, что я боюсь близких отношений. Вот. Я боюсь близких отношений с людьми, я боюсь сближаться. Вот, потому что я боюсь принимать кого-то, потому что я не принимаю себя. Ну, по сути, по факту, так получается. Вот. Понимаете, какая история. Вот. И мне думается, что, конечно, вот, начинать нужно с этих моментов. Безусловно. 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 То есть, с принятия себя, да, и, в общем, с отсутствия условий для того, чтобы принимать себя. То есть, нужно себя принимать любой, да, и уже после этого вы сможете, в общем и целом, лучше принимать людей. А мужчины, да, они вам, собственно говоря, и нравится-то, может быть, даже не то, чтобы не будут. Они вам, в общем и целом, может быть, даже не должны нравиться. Ну, потому что вам их принять нужно. То есть, не симпатии делать, а просто смотреть, насколько люди вообще соответствуют, ну, вот, вам. Насколько вы, вообще, как бы, с ними можете иметь общее что-то. Вот. Вот это, я думаю, справедливо. Вот. Вот так, так вопрос ставить. Справедливо. А то, что вы пишете по поводу того, что вам мало кто нравится их парней, да, ну, это, как бы, я уже говорил о том, что это свидетельство только о том, что у вас либо нет критериев отбора мужчин, либо вы просто-напросто не хотите этих отношений, боитесь, боитесь просто отношений, вот, ну, с мужчинами, собственно говоря, вот. И, в общем-то, зная вашу историю, да, как бы, это не удивительно, что вы говорите. Вот. А дальше идём. Значит, следующий важный момент, это то, что вы, значит, пишете, да, что вы пишете. Эмм, так. На день, что вам не интересны. Вот. Вы пишете, что вы хоть то худеете, то поправляете. А я полагаю, что у вас именно дома, именно дома, у вас есть какая-то, такая, знаете, очень тяжелая обстановка именно дома, вот, которая не допускает расслабления и не допускает спокойствие, раз у вас дома начинается все это. Соответственно, я думаю, что нужно разобрать именно то, что происходит у вас в доме, да, и, возможно, подкорректировать отношения с родными. Тогда у вас не будет аппетита, тогда у вас не будет потребности что-либо заедать, тогда у вас не будет необходимости в панцире жировом и так далее. Вот. Ну и, соответственно, что касается интровертов и экстравертов, то, видите, я полагаю, что не нужно скатываться в ярлыки, вот, не нужно скатываться в, в, ну, то, что вы, вот, вы обязательно, ну, вы обязательно интроверт, да, и все. Инроверт это человек, который просто, ну, может не общаться с другими людьми, т.е. ему спокойно, ему хорошо, когда он не общается с другими людьми, вот. А у вас-то именно проблемы, во взаимоотношениях, во взаимоотношениях, вот. И проблемы это, к сожалению, невротического характера, то есть подавленное, подавление себя, вот. Ну, соответственно, как результат, как результат, я рекомендую вам личный сирот, индивидуальную работу, повышение самооценки, вот, принятие себя и, соответственно, возможность сформирования, а-а-а, значит, женской модели поведения, более качественной женской модели поведения, потому что, скорее всего, скорее всего, у вас, а-а, ее нет, вот. Вот. Скорее всего, вы выросли либо в деспотичной семье, либо в, наоборот, в семье, где вас баловали. Ну, лично я думаю, что, что возможно, больше, возможно, первое, чем второе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.